и снова здравствуйте я приглашаю вас приготовить вместе со мной печеночный паштет приготовить его можно из любой печени это может быть как птичья печень так говяжья или свиная полный состав ингредиентов количество и все продукты которые в рецепте буду использовать напишу подробно под этим видео в инфобоксе я готовлю из птичьей печени добавлю перед черный и мускатный орех это из пряностей подготовленные продукты я конечно же помыла и теперь нарежу их кусочками вот так на разогретую сковороду я добавляю смолец у меня индюшин и смолец но можно использовать любой жир по желанию или же сливочное или растительное масло кладу чеснок лук немного обжариваю вернее пассерую до румяности на это уходит примерно около трех минут как только лук зарумянился с чесноком высыпаю морковь теперь все вместе обжариваю примерно 4 минуты может быть 5 понадобится так чтобы морковь поменяла цвет я взяла 150 грамм моркови 2 зубчика больших чеснока и 100 граммов лука это целая луковица а также 500 граммов печени у меня здесь два вида печени это индюшинная и куриная покупала потрошки а печень собирала специально для того чтобы сделать вкусный паштет хорошо перемешиваем и печень будем жарить недолго примерно 3-4 минуты посолю по вкусу у меня примерно половина десертной ложки соли пошло сюда и перемолотыми специями посыплю всю эту смесь получается что я добавила пол чайной ложки мускатного ореха и чайную ложку полную перца черного молотого печень готовлю до такого состояния чтобы она оставалась мягкой но в то же время из нее уже не выступала кровь останется немного остудить всю эту нашу поджаренную массу и затем пробить блендером блендер может быть любой погружной стационарный у меня очень мощный блендер в нем буквально за минуту-полторы получается великолепный паштет нежный бархатистый перекладываю в чашу блендера всю массу не только печень и морковку ну и всю жидкость которая осталась в сковороде добавляю сюда масло сливочное оно должно быть мягким его взяла 70 грамм и 70 миллилитров сливок жирностью 20 процентов пробивать буду в режиме смешивания полторы минуты если вы будете готовить простым немощным блендером и после того как вы пробьете паштет в нем останутся крупинки так вот если вы хотите получить такую же консистенцию как будет у меня то нужно будет еще через сито протереть паштет протертую массу я помещаю в керамический горшочек это может быть любая посуда которая пригодна для запекания в духовке сейчас нужно его сверху залить растопленным маслом у меня топленая сливочная далее посуду с паштетом помещаем в воду примерно до половины должен быть закрыт горшочек и отправляем в духовку для того чтобы паштет уже окончательно приготовился примерно на 120-130 градусов на 40-50 минут готовый паштет остается только охладить и можно подавать к столу паштет получается вкусный долго хранится за счет того что мы сверху залили его маслом образовалась пленочка что позволяет ему храниться долгое время такой паштет можно подавать намазывая на бутерброды с зеленью с овощами можно наполнить им тарталетки будет очень очень вкусно если вам понравился рецепт приготовьте попробуйте надеюсь вам тоже понравится а я на этом с вами сегодня попрощаюсь желаю всем приятного аппетита хорошего настроения и всего самого доброго подписывайтесь на канал оценивайте видео пока пока